Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. У нас начало ноября, средняя полоса России, на улице тепло, комфортно, а значит можно спокойно доделать все незаконченные дела в саду. Сегодня я вам хочу рассказать о подзимнем посеве цветов. И дело в том, что такая процедура заметно облегчает наши труды весной. Нам не нужно выращивать лишнюю рассаду, и у нас с вами останется место для более прихотливых, более нежных растений. Семена, подсеянные под зиму, весной, сами прорастут, начнут расти, и в итоге мы получим крепкие и устойчивые саженцы, выносливые, которым не страшны заморозки возвратные. Потом нам останется просто рассадить все подросшие растения, и все весной мы, как обычно, сможем любоваться их цветением и не тратить время и место на лишнюю рассаду. Список растений, которые можно посеять под зиму, достаточно большой. Я вам сейчас их покажу. Вот, посмотрите, какая стопка семян. Все эти цветы можно и даже нужно сеять под зиму. Из однолетников это астра, и что касается астры, у многих не получается выращивать ее через рассаду, астра болеет черной ножкой, в общем, загибается, в итоге получаются дряхлые и слабые саженцы, которые потом очень плохо приживаются. При посеве астры под зиму таких проблем нет, рассада прекрасная, крепкая, сильная, зелененькая, в общем, кто сеял, уверенно поддержит меня в комментариях. Любые виды астры, любые сорта можно спокойно сеять под зиму. Также из однолетников под зиму можно сеять василек. Он бывает разных расцветок. У меня вот такая вот смесь, тоже очень красивый и неприхотливый цветок. Левкой тоже бывает разным. Видите, у меня смесь. Амарант тоже шикарный однолетник. Он такой высокий, его можно использовать в качестве живой изгороди. Алисум, один из моих любимых однолетников. И он прекрасно размножается самосевом. И, в общем, кто не знаком с этим растением, обязательно возьмите на заметку. Он, кстати, тоже бывает совершенно разных окрасок. От белого до темно-фиолетового. В общем, смотрите в магазинах, ищите и сейте под зиму, пока не поздно. Матиола двурогая также относится к однолетникам, которые можно сеять под зиму. Это достаточно простой цветок, но у нее очень сильный, очень вкусный, скажем так, аромат, который раскрывается в ночное время. И я думаю, Матиолу все выращивали и не только в своих садах, но и на балконах. Также под зиму можно сеять лен. Он тоже бывает разным у меня. Видите, вот такой красный. И календулу. Календулу тоже можно сеять под зиму. И она тоже бывает абсолютно разных форм и расцветок. Из двулетников под зиму можно сеять турецкую гвоздику. Видите, у меня тоже два пакетика осталось. Также из двулетников можно сеять маргаритки и виолы. Ну, виолы, либо анютины глазки. Что касается виолы, это тоже такой цветок, который сложно вырастить через рассаду. Ей нужен холод и там определенные условия, определенные заморочки. А при посеве под зиму тоже семена прекрасно всходят, растут и цветут. Единственное, что могут зацвести уже к осени, либо на следующий год. Что касается многолетников, здесь тоже достаточно большой список. Гвоздика травянка прекрасно всходит при посеве под зиму. Также под зиму рекомендуется сеять многолетники, которым необходима стратификация. Это вот аквилегия, дельфиниумы, примулы, лаванда. В общем, список достаточно большой, полный список я вам оставлю в описании. Также под зиму можно сеять вот такой алисум. Это уже не однолетний, а многолетний алисум. Он, видите, еще называется алисум скальный. Его можно прекрасно выращивать вдоль бордюров, либо на альпийских горках. Ну, в общем, это то, что осталось у меня с весны. Ну, а вы поищите у себя семена. Что у вас осталось, полный список растений я вам оставлю в описании. Что касается посева под зиму, как правильно это сделать и не допустить ошибок. Вот сейчас, пока тепло, пока земля мягкая, хорошо копается, можно подготовить лунки, в которых мы будем сеять семена. Но прежде чем делать лунки, нам нужно определиться с местом. Нам заранее нужно подготовить участок, взрыхлить почву, убрать сорняки, если есть. В общем, место для подзимнего посева готовим заранее. Как вы видите, у меня уже здесь небольшой участочек подготовлен. И сейчас я сделаю небольшие лунки с помощью вот такой вот тяпки. Одна. Вот вторая. Третья. Четвертая. И вот здесь вот сделаю пятую. Так, вот сделала лунки. Их можно вот так вот немножечко утрамбовать, чтобы было потом удобнее сеять. Если попадаются какие-то корешки, камушки, это все убираем. Теперь свои лунки я помечу вот так вот камушками, чтобы потом не забыть, что у меня здесь что-то растет. И все. Вот в таком виде мы оставляем лунки до устойчивых заморозков. Раньше сеять ни в коем случае не нужно, потому что все эти качели, карусели с погодой, то оттепель, то мороз. И при оттепеле семена могут просто набухнуть, а если будет совсем тепло, то и прорасти. Поэтому нам сейчас нужно подготовить почву, сделать лунки и все ждать устойчивых минусовых температур. Посмотрим по прогнозу. У кого-то это наступит раньше, у кого-то позже. У нас, я смотрела, устойчивый минус будет только к концу ноября. Поэтому спешить не нужно. Ждем и, как говорится, всему свое время. А пока заранее нужно подготовить землю, которой мы будем присыпать наши семена. Это может быть какой-то рыхлый чернозем, либо берегной. Это может быть какая-то хорошая земля, допустим, из парника. Либо можно просто купить пакет готовой покупной земли. И землю эту нужно хранить в тепле, либо дома, в погребе, в парнике. В общем, она должна быть теплой и рыхлой. Потому что именно этой землей мы и будем засыпать наши семена. Потом, когда земля замерзнет, она станет такая твердая, как камень. Мы спокойно разместим семена вот так вот в лунках. Засыпем вот этой землей, которая хорошая, рыхлая, которая хранилась у нас в тепле. И все, будем спокойно ждать всходов уже весной. Семена, как правило, хорошо всходят. Обычно во второй половине апреля. Ну, плюс-минус, там все зависит от погоды. Подзимние посевы развиваются достаточно быстро. И в середине мая вырастает уже прекрасная рассада, которую можно будет рассадить там в клумбе, где угодно. В общем, все, дорогие друзья, как вы видите, ничего сложного нет. Сейчас подготовим лунки, подготовим семена, подготовим землю. Ждем устойчивых заморозков. И уже потом сеем наши семена под зиму. Ну, у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание и до встречи на моем канале. Всем пока!